В Евангелии раскрыты все тайны души человеческой, указан путь в Царствие Божие, указаны награды и наказания, раскрыты многие тайны загробной жизни, но постигаются они не чтением и даже не просто молитвой, а исполнением заповедей. Не верьте себе и людям, верьте Слову Божию, Евангелию. Жизнью, опытом изучайте Евангелие. Жизнь во Христе даст вам такую полноту, такое разумение всего, радость духовную, твердость, что жизнь мирских людей покажется, как она и есть на деле, ничтожной, неинтересной, бедной, жалкой, суетной, преисполненной мелких дрязг, неприятностей, а часто и великих скорбей. Вы счастливы. Берегите это счастье. Благодарите за это Бога, и Он за благодарность усугубит, многократно увеличит свою милость, сколько вы можете понести. Сие буди. Буди. Читай больше Евангелие, и особенно святых отцов. Без чтения трудно спасаться. Чем на пустое тратить время, не лучше ли, неинтереснее ли поучаться от святых отцов? Терпи, молись, борись с грехом, смиряйся, укоряй себя во всем и не вини других, не оправдывай себя, не давай воли языку, глазам, слуху, не осуждай никого. Дело спасения не одним днем делается. Во всех трудностях обращайся к Богу с молитвой. Кто ищет угодить Богу, тот не будет оставлен Богом, лишь бы мы не оставили Его. Читай ненасытно Евангелие с молитвой о вразумлении и исполняй по силе, что там повелевается. А в чем нарушишь заповедь евангельскую, в том сокрушайся и проси прощения. Все делай по совести и дома, и на службе. Не прознословь, терпи. Я помню тебя. Будь здоров. Господь да благословит тебя, вразумит на все благое.